Друзья, добрый день. Сегодня рассматриваем следующий вопрос. Значит, первый момент. 99, наверное, процентов мужчин смотрят на полуголых и голых девушек-женщин, когда есть такая возможность. А возможность сейчас есть в соцсетях практически неограниченная, в интернете, поэтому это скорее норма. Даже не только мужчины, я, например, листаю ленту Инстаграм, если я вижу красивую девушку в каком-то красивом купальнике на берегу красивого моря, я с удовольствием смотрю эти фотографии, и это тоже дает мне некую энергию, как-то оживляет меня, мне хочется больше заботиться о своем теле, мне хочется лучше выглядеть. То есть это такая тоже эротическая история, эротическая не в буквальном смысле, в более широком смысле, то есть история про жизненность, про витальность. Поэтому это норма, если мы не говорим про какие-то первые месяцы влюбленности, когда мы сто процентов друг в друге и никуда больше не смотрим, и вся сексуальная энергия направлена только на один объект, на партнера. Это норма для влюбленности, для первых месяцев отношений. Дальше это скорее не норма, ну если как-то вообще в этом деле различать норму-не норму, то мы можем сказать, что норма – это когда со временем наша сексуальная энергия, она распределяется. И мы используем какие-то стимулирующие нас образы для того, чтобы внутри поддерживать это напряжение, но реализуем его с одним партнером. Ну если мы так договорились, так пообещали, что вот у нас отношения, у нас и там семейные отношения, и мы храним физически верность друг другу. Но требовать, чтобы никакой внешний другой объект не вызвал мое желание, или какую-то фантазию, какую-то, ну это странная история. И еще раз, если говорить про какую-то норму, то скорее норма – это то, что мы откликаемся на многие образы вовне, но реализуем физически наши фантазии с тем партнером, которого мы выбрали. Ну еще раз повторюсь, норма – не норма очень относительно, но что важно для вашего вопроса, это то, что не связывайте акт просмотра голых-полуголых девушек в Фейсбуке и чувства вашего парня к вам. Эти вещи не связаны. Но на что действительно стоит обратить вам внимание, это на вот это состояние, что вы чувствуете себя непривлекательной для него. Вы дважды повторили это в вашем вопросе, я не чувствую, что он находит меня привлекательной, я чувствую себя такой непривлекательной для него и так далее. То есть вот здесь мы имеем дело с вашим внутренним комплексом. Что такое комплекс психологический? Психологический комплекс – это некая такая история, такой миф, который повторяется бесконечно внутри. И, конечно, мы вовлекаем в этот миф своих близких людей для того, чтобы эту драму или комедию, но чаще это драма, переживать, переживать, переживать по новой. Вот ваш комплекс, он описывается этим, что я чувствую себя непривлекательной для него. То есть смотрите, вы не пишете, что я чувствую себя непривлекательной, а для него, то есть в его глазах я отображаюсь вот так вот. Вот его глаза – это то зеркало, где я вижу себя вот такое ужасное, непривлекательное. То есть в этой истории есть вы, есть он, и что-то между вами происходит такое. Прекрасная иллюстрация комплекса была в сновидении одной моей клиентки. Я часто привожу примеры к сновидению, потому что оно, правда, достойно, не знаю, учебника по психологии. И эта девушка, с которой мы работали в терапии, в какой-то момент она принесла мне такой сон, что, значит, она находится в родительском доме, и через чердак этого дома выходит в какое-то пространство. И это пространство, она говорит, что это похоже на какой-то как древнегреческий театр. Хотя она говорит, я никогда не была в древнегреческом театре, но вот почему-то такая ассоциация приходит. И, значит, говорит, я вижу такие три какие-то статуи большие каменные, и эти статуи – это две женщины и один мужчина. И вот одна из этих женщин, она так драматично, ну они то ли статуи, то ли живые, в общем, как сон. И одна из этих статуи говорит очень драматично, что я любила тебя, и показывает вот на мужчину, а ты любил ее, и показывает на другую женщину, поэтому я должна себя убить. И в этот момент моя клиентка как будто бы и становится этой статуей, ну то есть вот такая история. То есть и вот очень хорошая иллюстрация того, что такое комплекс. Комплекс – это вот история, которая повторяется множество раз. И, конечно же, в жизни, то есть это такая история, знаете, как архетипическая, обезличенная. И вот психика моей клиентки очень хорошо это показала в виде вот этих статуй в древнегреческом театре как бы. То есть это что-то такое вечное, вечно повторяющееся, очень древнее и обезличенное. И дальше вот эта история, ее суть уже в жизни клиента надевает буквальные какие-то одежки в разный период жизни. Например, вот эта история, что я любила тебя, ты любила ее, поэтому я должна себя убить. Как она проявлялась в жизни моей клиентки? Например, клиентка была любовницей, любовницей мужчины, у которого была жена, женатого мужчины. И вот, пожалуйста, треугольник любовный. Другая ситуация у той же клиентки. Она была девушкой, у нее был влюблен мужчина, которого она не любила. И она очень переживала, он ей говорил про то, что вот ты меня убиваешь, тем, что ты не хочешь быть со мной и так далее. И она себя чувствовала очень-очень плохо. И та же история, просто она в другой роли. Когда кто-то другой может сказать, я не убил тебя, ты любила кого-то другого, поэтому я должен себя убить. Понимаете? Вот множество разных-разных-разных таких буквальных ситуаций, а суть одна и та же, которая показана в этом сне. Так вот, ваша история, она тоже показывает такой комплекс. Есть такая одна фигура, другая фигура, и одна фигура видит себя очень непривлекательной для другой. И сейчас вы проживаете вот эту роль, когда вы непривлекательны в глазах кого-то, для него вы непривлекательны. И когда мы работаем с комплексом, первый шаг, чтобы выйти из комплекса, нужно увидеть себя во всех ролях. Вот, например, если вернуться к примеру с моей клиентой, то мы в терапии смотрели, когда она проживает в ситуации, когда, например, она в роли той, кто чувствует, что она любит кого-то, тот любит другую, и она себя убивает, ну, то есть, производит ревностью, еще-еще, как символически, там, уничижительно о себе думает и прочее. Потом мы смотрели в ситуации, когда она является тем, кого любит, а она любит другого или другую, и вот этот любящий себя убивает, и она переживает от чувства вины, что она разрушает человека. Потом мы смотрели в ситуации, когда, наоборот, она еще в третью роль заходит, это того, кого любят вместо другого, ну, в общем, кому ревнует. То есть, и когда человек видит, как он попеременно в своей жизни ходит из роли в роль, причем это не только про любовные отношения, это, например, и про бизнес, про то, что вот клиент выбирает не меня, а другого, да, и поэтому я должен себя убить, ну, то есть, все, свой бизнес закрыть, или там, ну, какой-то продукт закрыть и так далее. То есть, вот везде, везде, везде одни и те же переживания. Так вот, в вашем случае вы очень хорошо осознаете свою роль, когда вы ощущаете себя, чувствуете себя неприятной для этого мужчины. И первый шаг, чтобы выйти из этого комплекса, для вас будет следующий. Это понаблюдать ситуации, когда вы ощущаете других людей неприятными для вас. Это может быть какое-то мгновение, например, вы едете в метро, и рядом сел человек, и вам неприятно. Может быть, стойкое какое-то ощущение, вот где-то работаете в коллективе, и у вас есть девушка, которая, ну, вот неприятна она вам, да. И ваша задача – осознать эту ситуацию, и дальше направить свое внимание на поиск чего-то приятного в этом человеке. Что для вас приятное в этом человеке? Например, вы очень не любите людей толстых, да, вот каких-то, с лишним весом. Смотрите на них и находите, а что вам нравится, например, как-то грациозность в них, или доброта, или еще что-то. В общем, ваша задача – найти что-то приятное, что-то притягательное для вас в этих людях. Вот такое вот упражнение я вам рекомендую. Еще раз, это на уровне действий, на уровне механики. Я объяснила – это проживание обратной стороны комплекса. И это является первым шагом, психика, она запускает свою работу, и следующим шагом у вас будет получаться в принципе не входить в эту игру про привлекательность, непривлекательность и так далее. Ну вот первый шаг, он такой. Редактор субтитров А.Семкин